Презентацию книги «Православие и корейцы» можно назвать одним из главных событий Дальневосточной книжной выставки-ярмарки «Печатный двор». Авторы этого труда, приморец Валентин Пак и москвичи Герман Ким и Валентин Чен рассказывают о пути корейского народа в православие. История берет начало в середине XIX века и, конечно, продолжается сегодня. Тема приморского края здесь представляет особый интерес. Как они осваивались? Кто им помогал? Как они принимали обычаи, язык? Как осваивались на этой территории? Ведь этого никто не знал. Кто им помогал? И, к моему удивлению, когда я занялся историей, здесь выяснилось, что главным помощником и просветителем являлась церковь. «Православие и корейцы» уже не первая книга Валентина Пака «Продолжение истории о переселении и освоении корейцами Южно-Уссурийского края России». В 1870 году на этих землях проживало более 6,5 тысяч корейцев. К ним направили двух священников, которые готовили переселенцев к принятию святого крещения. Так, вместе с православной верой в корейских селениях появлялся и распространялся русский язык, школьное образование, навыки ведения сельского хозяйства в русских традициях. Тема фантастически интересная. Проникновение христианства, православия на восток, совершенно новый восток, совершенно неожиданный восток. И проникновение корейцев в Россию, которая была православной страной, вхождение в российскую культуру через православие. Почетным гостем презентации книги «Православие и корейцы» стал митрополит Владивостокский и Приморский Вениамин. В христианстве нет ни элина, ни иудея, ни русского, ни корейца. Это я уже добавляю, да, не корейца. Все во Христе одинаковые, дорогие мои. Поэтому церковь православная-то она и, в общем, помогла корейскому народу, те, которые переселились сюда, конечно, устроиться в Россию, познакомиться с культурой и войти в русское государство. И, конечно, выход книги – важное событие для представителей корейской диаспоры Владивостока. Я считаю, что эта книга уникальная, потому что вот такого рода книг у нас в России не издавалось. Это книга, которая раскрывает историю возникновения православия в Корее, там частично в Японии и потом, значит, в России. В рамках презентации гостям показали отрывки из 30-минутного фильма «Путь к Богу. Корейские страницы русского православия». Полностью эту документальную картину в сентябре увидели зрители 15-го кинофестиваля «Меридианы Тихого». Анна Бережная, Андрей Макаров. Новости на Восьмом.